Друзья, добрый день! Сегодня мы общаемся на очень важную, интересную тему. Сегодня у нас замечательный гость – это Артем Холодов. Он нам помогает в продвижении, дизайнерам всем помогает в продвижении своих услуг в это нелегкое время, да и в принципе в легкое время тоже. То есть услуги и клиенты нужны нам постоянно. И Артем специализируется на таких интересных инструментах, которые многие слышали и многие пытаются использовать, но не у всех получается. Это инструмент «Конверсионный сайт», когда приходят заявки, и эти заявки уже вы обрабатываете потом. И инструмент необычный, но интересный – это чат-боты и автоворонки. Мы с Артемом работали несколько месяцев, наверное, по разным темам, разные проекты. И сейчас могу сказать, что то, что получилось, очень хорошо работает. Кто-то уже видит, смотрит, как у нас это получается. Возможно, вы уже изучили наши мучающие материалы, мы в автоворонке перевели. И сегодня мы хотим показать, как можно использовать новые инструменты для получения клиентов. Для этого я пригласил на встречу Артема, и у него есть презентация, в которой он покажет основные элементы привлечения клиентов. Артем, привет! Да, здравствуйте всем! Перед тем, как мы начнем, я дам буквально небольшое введение. Сразу скажу, что привлечение клиентов – это не какая-то непонятная абстрактная история, это технология. Технология состоит, ну вот в нашем сейчас понимании, таких основных у нас позиций 5, можно так назвать. В целом, это комплекс решений, их можно делать на минимальном уровне, либо на максимальном, либо на среднем. То есть каждый, в зависимости от того, фрилансер ты, руководитель студии или средней компании, делаешь выбор, насколько ты там углубляешься. Какие эти позиции? Первое – это должен быть обязательно упаковка ваша, то есть чем вы отличаетесь от остальных дизайнеров, чтобы выбрали именно вас. Естественно, заранее должен быть продукт. Второе – это некое графическое оформление, это логотип, фирменный стиль, как визуально то, что вы предлагаете, клиент может считать. Третья часть – это конверсионный сайт, то есть как клиента привести на страничку, это вот то, что сейчас мы с Артем обсудим. Четвертое – это тема с чат-ботом, когда клиент вместо сайта может пройти по вашему, со своим телефоном, может пройти по вашему сайту и посмотреть, вытащить ту информацию, которая ему наиболее интересна. Это приносит больше клиенту, больше пользы. И пятое – это автоворонка, в которой автоматически клиент, которому еще сейчас не надо, но через какое-то время понадобится, он заходит, получает полезную информацию вместо e-mail рассылки и таким образом он подогревается. Сегодня мы рассмотрим две или три основных позиций и еще у нас будет бонусом по переговорам немножко. Артем подготовил нам презентацию, на которой сейчас покажет немножко о том, как правильно делать упаковку себя, на какие вопросы стоит ответить, как сделать правильно, ну или неправильно, а просто как сделать конкретный пример конверсионного сайта, а также автоворонки. И я буду задавать им вопросы в процессе, так что будет, я думаю, вам этот диалог очень интересен. Сначала расскажи, Артем, немножко, ну буквально пару слов о себе, да, и чем ты занимаешься, почему тебе тема дизайна стала тоже интересна, и дальше переходи, собственно, к теме, как дизайнеру продавать, продвигать себя. Я, на самом деле, коллега ваш, ну, в частности, твой Станислав, у меня профильное образование, закончил архитектурно-строительный университет Нижегородский, вот, и какое-то время работал в профессии, и, ну, не будучи предпринимателем в этой сфере, предпринимателем стал позже, и сначала начал с товарного бизнеса, потом уже ушел в маркетинг. Так вот, глядя изнутри на работу проектировщиков и дизайнеров, я, на самом деле, ну, как и во всех творческих сферах, видел одну и ту же проблему. Очень сложно продавать себя, потому что у людей может быть масса крутых компетенций, но при этом очень, ну, слабая подача и не очень хорошая коммуникация с, вот, именно на этапе поиска заказчика, на этапе привлечения клиентов. И мне эта тема стала очень интересна, в принципе, как таковая, но дальше так просто, ну, случилось, что мы с тобой сработали по твоей тематике, по архитектуре и дизайну, и потом еще появились клиенты, вот, ну, и от тебя, и просто вот как-то так совпало, и я начал в эту тему погружаться сильнее, ну, плюс еще это моя тема, ну, по специальности, вот. Вот, и, ну, вот, на выходе у нас родилось несколько проектов, в частности, твои проекты, о которых сейчас, наверное, я и расскажу, я под них готовил презентацию. Эти проекты довольно универсальны, потому что эта технология, как ты верно заметил, то есть хорошая конверсия всегда технология, основана на психологии влияния. То есть мы должны таким образом рассказать о себе нашим клиентам, чтобы они вот эту броню недоверия, ну, даже, вернее, не они, а мы эту броню недоверия сразу же, ну, скажем так, нашли в ней брешь, пробили ее, и когда эта броня, вот, она как бы падает, да, уже начинается диалог, продуктивная коммуникация. На самом деле большинство архитекторов, дизайнеров, они реально очень крутые, просто вот не получается пройти через вот эту вот стенку, и мы сейчас эту технологию разберем, я думаю, что всем будет очень полезно. А как ты думаешь, с чем это связано? Почему вот очень даже опытные, казалось бы, специалисты, они, им сложно рассказать о себе так, чтобы, ну, как бы, получить, показать уникальность свою? Дело в том, что мы все находимся внутри своего бизнеса, и нам всем очень глубоко, вот, есть такое глубокое убеждение, что если нам понятно, чем мы занимаемся, то и всем прочим понятно, чем мы занимаемся. Но дело в том, что заказчик не эксперт в нашей отрасли, да, в нашей сфере, и для него очень важно показывать некоторые подтверждения нашего, ну, даже не подтверждения, а просто хорошо и по-человечески просто рассказать о том, в чем наша сильная сторона и как мы решаем проблему заказчика. Находясь внутри бизнеса, внутри своей системы, мы не понимаем, какие именно обыденные, казалось бы, элементы нашего повседневного рабочего процесса стоит показать, чтобы вызвать это доверие. Мы начинаем пытаться заходить к заказчику со стороны каких-то очень сложных и умных, где-то прочитанных маркетинговых, я не знаю, приемов, и по факту получается несколько натужно. Вот, если научиться говорить о себе просто, показывая какие-то ежедневные микромоменты, элементы общения с заказчиками, элементы решения их проблем, элементы, я не знаю, рабочего процесса, это сильно поднимает доверие, и люди, ну, реально очень легко и доверительно идут на контакт. Вот я просто себе позволю один пример, да, прежде чем мы начнем. Вот, ну, возьмем стройку, да, очень много строительных компаний в мире, которые вот занимаются, там, вот мы спроектировали, да, кто-то потом построил, и у них у всех вот очень однотипные, одинаковые рекламные креативы, в принципе, такие заходы, да, на аудиторию. Если бы кто-нибудь в этом мире догадался просто элементарно завести Инстаграм, где он показывал бы какие-то элементы рабочего процесса, ну, грубо говоря, там, приехал самосвал, как у тебя вот на твоем канале есть, да, в Мстете, там, или вот мы отсыпали щебень, вот мы выравнили, там, стену. Это сразу же бы дало супербольшой, ну, как бы всплеск доверия, потому что вот, реальный живой проект с реальными живыми проблемами, там, не знаю, какими-то, может быть, сложностями, вот. Люди это не очень хорошо понимают, потому что находятся в рутине процесса, и вот если просто, там, не знаю, на два дня из этого процесса выйти, это все построить и внедрить, то тут же будет мгновенный эффект. Ну, это общая психология, так все люди устроены. Нам всем хочется видеть за официальным каким-то глянцем чего-то человечное, и поэтому люди покупают. Ну, вот так, такой ответ, наверное. Интересно. Ну, здесь точно подтверждаю, то есть, именно люди сейчас у людей покупают, желательно у живых людей, да, которые можно доверять, а вот какой-то элемент доверия, он абсолютно точно важен. И еще очень интересно мне показалось наблюдение твое, да, что вот не как вот в сложных маркетинговых книгах написано, книги-то на самом деле они хорошие, там правильные умные вещи написаны, их там не глупые писали люди. Но проблема не в книгах и не в том, что там написано, а в том, как мы можем интерпретировать и применить это для себя. То есть, я сталкиваюсь с тем, я консультируюсь тоже постоянно разного сфера дизайнеров, экспертов, профессионалов, и, казалось бы, мы ничего нового не придумываем, но проблема как раз в том, чтобы сделать, адаптировать то, что спрашивают где-то в книге, либо то, что написано именно под себя. И об этом, я думаю, сейчас мы поговорим, следующий у нас блок будет именно, как описать себя, да, какие у нас есть вопросы, какие вопросы я должен себе задать для того, чтобы вызвать вот это доверие, о котором ты говоришь. Да, смотрите, на самом деле все всегда упирается в качество подготовки, описание собственного бизнеса, раз, себя как профессионала, два, и решение проблем клиента, три. Поэтому вот любая упаковка, любой инструмент начинается с нескольких ключевых вопросов, они на слайде, на экране, будем сейчас их обсуждать. На самом деле, смотрите, вот сайт ли, воронка ли, буклет ли, презентация ли, которую мы отправляем клиенту, либо даже просто электронное письмо, это просто способ доставки наших мыслей, это транспорт. Нам нужно вот этот транспорт наполнять сутью. И первый вопрос, который всегда очень сильно заваливает всех спецов, творческие, будь то профессии, проектирование, архитектура, это что мы продаем. Потому что очень большой соблазн сказать, мы можем сделать любую работу, связанную с проектированием. Нас так учили в институте, в принципе, это нормально. А еще вопрос прикольный, извини, пожалуйста, но она просто наболела. Значит, где мне лучше всего продвигаться? Вот про транспорт ты сказал, то есть мне в инстаграме, там, в фейсбуке или вконтакте имеет смысл завести. А смотреть надо нигде, это уже 25 вопрос, а именно что ты будешь продвигать? Совершенно верно, потому что качественно сделанная упаковка может вас продать, даже если вы напишите, где-нибудь граффити закажете в нужном месте, где ваши клиенты стоят в пробке, да, и нужно дадите посыл, это не важно. Это просто вопрос транспорта. Вот, поэтому ключевой момент, что мы продаем, смотрите, если архитектурная компания, дизайн-бюро, я не знаю, фринанс, работающий с интерьерами, говорит о том, что он решает любые задачи, значит, он не решает никакие задачи экспертно. То есть, чем шире твоя компетенция, тем меньше ты экспертен в деталях. Еще одно уточнение очень важное, это в глазах клиента. То есть, ты можешь быть специалистом и действительно ты можешь вообще действительно все уметь и знать, но клиенту тяжело это будет воспринять. Да, я как раз хочу эту мысль развить. Если мы берем какого-то реально узкого специалиста, здесь все просто, он просто описывает свои компетенции, скажем, он, ну давайте вот по-простому пойдем пути, в спецбарбершопах. И вот он делает крутые интерьеры, там типа Top Gun, там каких-то прочих, там Old Boy, и все, и вот все идут к нему. Но если это большая компания, вот, например, как твоя студия, да, где у тебя очень широкий перечень, там, Аэрофлот, Сбербанк, я не знаю, какие-то частные там апартаменты, то здесь очень важно затачивать каждую свою вот эту вот экспертность под отдельный канал продаж. То есть, нельзя стрелять из пушек по воробьям. Если мы нашли, мы пришли к пониманию, что сейчас мы хотим продать аудитории именно отделку загородных домов, то мы продаем загородные дома. И вот этот будет таки красной нитью идти сквозь все мое сейчас интервью, да, то есть, что мы продаем? Мы продаем именно что-то конкретное, целевое, одно. Находим ядро своего предложения и описываем его, что мы продаем. А если я много чего делаю, то как мне поступить? Значит, мы делаем много разных точек касания с клиентом. У нас будет несколько сайтов, несколько автоворонок, несколько буклетов, несколько граффити на стене. Но это же много работает, дорого стоит. И работать, когда, как это все описать? Это дорого стоит, если к этому подходить не системно. То есть, это можно сравнить, ну, например, вот ты писал книгу, да, даже не одну. И в книге много глав. Это не значит, что каждый раз, садясь за написание главы, ты, ну, как бы, усаживался и с нуля придумал технологию. Ты уже примерно понимаешь структуру того, как ты пишешь, структуру того, что ты говоришь. Ну, там, стилистика, да. И поэтому каждая отдельная глава идет легко. То же самое в архитектурном проектировании. Для эксперта, по большому счету, не важно, что проектировать. Ну, банально автозаправку или, я не знаю, там, какой-нибудь огромный развлекательный центр. Если технология уже отработана, да, то и то, и другое делается, ну, относительно просто, относительно, я имею в виду, ну, с точки зрения системы. То же самое здесь. Достаточно сделать один хороший, качественный, ну, назовем это так, шаблон. Вот, ну, в хорошем смысле этого слова шаблон, да. Чтобы потом его уже можно было размножать на любое количество ваших офферов. То есть, проработали тематику загородными домами и столь же легко на эту же, как ее назвать правильно, ну, схему положили, предположим, больших корпоративных клиентов типа Сбербанка. Так, давай я перефразирую, как я понял, да, и основную мысль зафиксировать ее. То есть, ты создаешь структуру, которая по психологии всегда одна и та же. Тебе нужно показать продукты, дальше ты показываешь себя, почему тебе можно доверять. Дальше ты показываешь условия работы, допустим, да, призыв к действию делаешь. Эта структура всегда одинаковая, а меняешь ты картинки только, да, допустим, и предложения. То есть, сделай дом, сделай квартиру и доверие твое при этом, ну, у тебя остается, потому что ты один и тот же специалист, ты один блок о себе сделал и потом просто их множишь. Таким образом привлекаешь внимание всех клиентов. Совершенно верно. Отлично. Давай посмотрим, как на практике уже, что нужно подготовить, значит, какие блоки нужно вытащить из себя для того, чтобы заготовить. Подготовку для этой структуры. Потому что, насколько я знаю, ну, сейчас поправь меня, если не так, либо что-то еще нужно. Насколько я понимаю, для того, чтобы ты сработал эффективно, для того, чтобы это не стоило, там, сотни тысяч рублей, такая упаковка, она реально столько стоит, потому что она приносит, по сути, деньги. Чтобы сделать эту упаковку быстрее, понятнее и проще, нужно какую-то работу сделать самостоятельно и как-то подготовить. Потому что ты, допустим, не психолог, да, и не можешь с каждым детально изучать его тему. Поэтому, как в хорошем дизайне, нужно работать вместе с клиентом и клиент тоже должен подготовиться. То есть, какие картинки ему нравятся, какой стиль у него, значит, какой у него там дом, семья. То есть, он должен сам желательно предоставить какую-то информацию. Да, здесь, на самом деле, тоже очень все технологично и крайне просто. Специально сделал слайды с минимальным количеством букв. Это чеклист по подготовке, да, получается? То есть, как дизайнеру базово подготовиться, то есть, это базовый уровень, если вы хотя бы это заполните, это уже будет окей. На самом деле, я даже лайфхак дам. Можно ни у кого, ни у меня, ни у кого вообще ничего не заказывать, просто пройти по этой технологии, выписать свою, ну, как бы, выделить свою уникальность, экспертность, и это уже даст результат. Потому что вы будете более четко себя позиционировать, более правильно говорить с людьми по телефону, и, как следствие, это уже даст, ну, больше денег. Вот, поэтому тут универсальная упаковка на все случаи жизни. Ну, она очень простая. Первое, надо понять конкретно, что мы продаем в данный момент клиенту. Не буду много тратить время, и так все понятно. Как бы, вот, бывают разные, типа, объектов, бывают разные стили, бывают разные этапы ответственности. Только эскизный проект, только, не знаю, визуализация, или все в комплексе от новоселья до, вернее, от котлована до новоселья. Следующий момент, кому продаем. Помимо классических, там, не знаю, возрастов и полов, надо очень хорошо понимать социальный статус человека, где он работает, какими социальностями пользуется, к предыдущему вопросу. Вот, что, в принципе, для него будет являться, ну, вот этим триггерным решением нажать на ту самую кнопочку и сделать звонок. Мой любимый слайд – это «Чего опасается ваш клиент?». Мы, находясь, опять же, внутри своего бизнеса, очень редко задумываемся над тем, почему нас не покупают. Поскольку я сам лично делал, ну, как заказчик, три раза ремонт в своей жизни, вот эти боли, которые я лично для себя выделил, они на экране, не буду зачитывать, но по факту это действительно то, чего я боюсь, прежде чем связаться с человеком творческой профессии. У каждого эти боли могут быть, видение этих болей свое, но в любом случае нужно их очень хорошо для себя понимать и на каждую подобную боль написать буквально вот прям строчку, каким образом вы эту боль будете решать. Там, почему я вас услышу, почему я сработаю с вами, да, почему я действительно буду вам выделять время, потому что у меня есть система, команда, чекапы всех процессов и так далее. Ну, я так немножко быстро буду, чтобы не затягивать. Давай я в предыдущую еще теме, потому что там очень важно, у нас есть по уникальности, ну, во-первых, поздравляю тебя, ты три раза получается дизайн делал, да, себе? Как заказчик. Как заказчик, молодец, это очень круто. Есть опыт, я так понимаю, как бы и строительство, здорово, что ты понимаешь все процессы внутренние, то есть с тобой именно из-за этого в том числе там просто взаимодействовать, что на одной волне. Я хочу дополнить немножко по уникальности, у нас есть такая тема, как исследование клиента на нашем курсе по созданию студии. И там четыре основных вопроса, которые я рекомендую всегда спрашивать и вообще всегда изучать. То есть первый вопрос – это страхи действительно, страхи возражения, что боится клиент, что реально его беспокоит, то, что вот сейчас вот тема написано. Второй момент – это желание, то есть к чему он стремится, его идеальный результат. Это всегда идет в такой драме, да, в истории, да, у нас от плохого к хорошему, то есть ты боишься одного, но в итоге получаешь второе. Это всегда очень здорово, когда ты можешь показать некий дисбаланс и что этот дисбаланс закрывается благодаря тебе, то есть ты являешься человеком или специалистом, который помогает. Поэтому это второе, что нужно исследовать. Третья тема для исследования – это стереотипы. У каждого человека есть некая в голове установки. Не важно, с чем они связаны, они могут быть связаны с книгами, он читал, слушал друзей, знакомых. В целом думает, что все строители, либо что все дизайнеры, либо все СММщики, либо все таргетологи обманывают. Не важно, любую профессию так можно сказать и есть такой стереотип где-то. И со стереотипами не надо спорить, с ними надо работать, к ним надо присоединяться. И для начала их надо знать, их надо выписать, чтобы потом с ними работать на нашей страничке продаж. И четвертое, не совсем очевидное, но очень полезное – это цитаты. То, что на самом деле люди говорят друг другу по этому поводу. То есть какими словами, как они это говорят. Потому что мы можем думать одно, а на самом деле люди общаются по-другому. Для этого есть тоже формат исследования, мы его проводим. И вам тоже рекомендую взять эти четыре позиции как минимум. И по ним просто пройти, выписать, и тогда у вас будет то, что нужно для опасений, максимально детализировано, разобрано. Окей, тут глубже, чем я написал. Но я присоединяюсь к вышесказанному, это на самом деле. Нам просто ребята спрашивали по уникальности. То есть я там обещал какой-то курс. Я сейчас буду тогда тебе немножечко тоже дополнительно добавлять. То есть ты рассказываешь, я буду вторым слоем. Я думаю, будет нашим слушателям тоже это полезно. Окей, окей. Так, когда мы поняли, что у клиента есть проблемы, что мы их решаем. Опять же, то, что Станислав добавил, это все как бы мы в комплексе описали. Как в действительности они говорят между собой и так далее, и так далее. Мы должны найти для себя силу предложения своего. Сила предложения всегда в деталях. Это такой момент, над которым нужно хорошо задуматься. Ну, к примеру, абстрактную какую-то историю возьмем. Почему к тебе обратился, например, обращаются люди для того, чтобы сделать свои личные домовладения, да, там интерьер их? Потому что, в частности, у тебя есть опыт коммуникации с большими корпоративными заказчиками. О чем это говорит? Если твоя компания в состоянии пройти все барьеры сложных бюрократических проволочек и при этом предложить реально классный визуально, ну не знаю, там, притягательный дизайн, следовательно, несмотря на все сложности бюрократии, все, ну, понимают, да, что это такое, ты в состоянии решать такие задачи с таким результатом. И в этом сила, потому что уж мой-то скромненький загородный домик, ты всякое сделаешь. Ну, это вот сила предложения, да. Я сейчас вот, ну, в этом коротком спичи затронул сразу же несколько слоев, и это те самые детали, о которых я хочу вот как раз в следующий слайд показать. Докажите, что вы эксперт. Это тоже момент, который ни у кого нет, и если это делать, то это даст сразу же очень-очень мощный результат. В любом виде транспорта, да, в любом виде того, как мы будем показывать клиенту свою работу, это просто элементарное подтверждение. Видеопроцессы, фотопроцессы, описание шагов, описание неудач, очень важно, потому что все про удачу говорят, про неудачу мало кто говорит. Ну, опять же, неудача описывается в ключе ее решения. Вот, эти вот доказательства, они решают. То есть, одно дело банально просто показать результат, который получился в виде, там, визуализации, да, проекта. А другое дело показать его по шагам. Вот, любой проект имеет свои сложности. Заходишь в помещение с идеально выровненными стенами, полом и так далее, и при этом обязательно будет что-то нестандартное. Покажите это, докажите, что вы это видите, понимаете и знаете, как обойти доказательством. Вот. Давай я тоже добавлю по этому пункту. Да. Смотри, абсолютно согласен. Здесь должно быть, надо понимать одну вещь, что клиент, когда он видит картинку, мы смотрим на картинку как реальное доказательство того, что мы сделали. То есть, как результат нашей работы. Вот глянцевая картинка, напечатанная в журнале. Но человеку непонятно без подписи на что смотреть. Многие дизайнеры, я думаю, вы тоже таких знаете, просто выкладывают изображение без вообще подписи, что там должно быть. А подпись на самом деле это такой элемент внимания, который говорит о том, на что обращать-то внимание. И подписи должны быть не просто вот этот стул на нем сидят, этот стол на нем едят. Должна быть подпись, связанная с болями, с проблемами, то, что мы выше описали. То есть, как получилось то, как красиво на этом изображении, допустим, в связи с теми проблемами, которые возникли. Вот там может быть описание. Либо процесс. То есть, еще многие очень начинающие особенно спрашивают, вот сколько мне нужно проектов для того, чтобы начать себя продавать, продвигать. Я всегда говорю, одного достаточно. В принципе, даже учебного проекта достаточно. Почему? Потому что ты делаешь визуализации, например. Ты делаешь процесс, как ты готовишь эти визуализации. Ты описываешь, как ты делаешь планировки, в них показываешь себя. То есть, свои принципы работы, свои сложности, которые есть. Показываешь выбор материалов, как ты это делаешь. И человек покупает, в принципе, даже тебя, как человека, который может мыслить процессно, а значит, у тебя есть мозг, значит, тебе можно доверять. И не обязательно у тебя должно быть 20 выполненных проектов и 20 лет опыта. Ты можешь начинать вот с базового описания. То, что Артем говорит, именно покажи детализацию. И многих это останавливает, особенно у опытных нету вот этого вот описательного процесса. Им кажется, ну вот я показал в журнале, смотри, радуйся. А человек не понимает. Он не воспринимает то, что показывает, потому что он не знает деталей. Поэтому одна из стратегий очень прикольных, это именно делать внятные подписи. Совершенно верно, потому что, ну, немножко позвольте себе задержаться на этом слайде тогда. Дело в том, что, опять же, вот о чем я говорил в начале, да, мы находимся внутри своего бизнеса, и мы не понимаем, что другим-то непонятно. Мы же все понимаем. И для нас картинка, которую мы публикуем, это, как это назвать правильно, ну, наш результат конечный. Мы его видим, ценим и понимаем, сколько боли, крови и пота было пролито, чтобы его реализовать. А заказчик, это просто очередная картинка, он не видит в нем ценности, он просто не смотрит на те элементы, на которые смотрим мы. Вот элементарно у всех, там, не знаю, есть там либо свои дети, либо какие-нибудь племянники и так далее, и так далее, братья и сестры. Вот ребеночек слепил какую-нибудь мишку из пластилина. В его глазах это шедевр, потому что он понимает, вот с каким трудом он вылепливал каждую там ножку, там, не знаю, глазик этого медведя и так далее. А другим людям покажи, они этого не понимают, не оценивают. Вот в этом смысл вот этой, как бы, идеи, да, то, что нужно продать путь, по которому вы пришли к результату. Вот. Дальше. Кейсы. Смотрите, по кейсам тоже есть такая одна тема интересная. Очень важно, чтобы кейсы коррелировали с тем, что вы продаете. Вот как Станислав говорил, если у вас есть много направлений бизнеса, то под каждое направление выделяем отдельный кейс. Не нужно выкладывать кейсы разом, потому что клиент запутается, он либо испугается масштаба, либо подумает, что у вас слишком маленький масштаб. Поэтому здесь очень четко важно откалибровать клиента, вернее, кейсы под тот оффер, под то предложение, которое вы делаете на своем сайте, воронке, повторюсь, буклете, PDF и так далее. У кейсов есть технология. То есть кейс — это не просто набор картинок и текстов. Как Станислав говорил, это целый путь от начала до финального результата. Поэтому кейсы должны быть описаны хотя бы вот по элементарным этим у шести позициям, что я описал на слайде. Если каждой строчкой поставить один абзац, то кейс будет читаемый, очень интересный и крутой. Каждый кейс обязательно должен сопровождаться отзывом. И отзыв — это тоже технология. Отзывы пишутся также вот по этому шаблону. То есть надо не просто сказать, что вот Иван Иванович — классный специалист. Этому отзыву не поверят, и вы сами им не верите, потому что на сайтах на всех одно и то же написано. Потрясающая работа, срок, там все сделано в срок, в бюджет и так далее. Вот. На самом деле нет. Все понимают, что срок в бюджет иногда не укладывается, однако же людей все рекомендуют. Почему? Потому что есть, как вот опять же цитирует Станислава, некое процессное мышление у людей, у исполнителей. Если в этом мышлении человек силен, то ему не страшно доверить свою работу. То есть он понимает тонкие места, сложности, как обходить. Если он валится, то он объясняет заказчику, почему он завалился, как он из этой ситуации планирует вырулить и так далее. Мы за это оплачиваем время специалистов, да, и в отзывах это нужно так и показать. Мы работали с Иваном Ивановичем. Иван Иванович был, там, не знаю, гарантировал такие-то условия, такие-то сроки. В результате были какие-то сложности. Мы эти сложности преодолели, да, срок вытянулся, но бонусом я получил то-то, то-то. В итоге Иван Иванович дал потрясающий результат и очень легкая, ну, легкую, вменяемую коммуникацию. Поэтому всем рекомендую. Вот шаблон по отзыву, который вам нужен. Так, ну, я продолжаю, да, сильно не останавливаюсь, потому что время, время дорого. Что важно знать о клиенте? Ну, это момент, который нам, он такой больше технический. Каждый должен для себя выписать те пункты, без которых мы не сможем сделать первый шаг. То есть просто элементарно не снимем трубку и качественно с человеком не пообщаемся. Поэтому нам нужно понимать, что клиент должен о себе рассказать или зеркально, что клиент должен увидеть о своем проекте на вашем сайте, чтобы он сделал целевое действие и позвонил. Давайте сейчас помечу вот эту часть, для чего это нужно. Здесь мы уже переходим от описания к себя, к общению с клиентом. То есть мы помещаем информацию о себе, упакованную в любое какое-то медиа. Это может быть инстаграм, может быть директ реклама, любое, да, в общем, место. И дальше нам очень важно, чтобы нам не все сыпали сообщения, а только заинтересованные в нашем предложении люди, чтобы нам писали. И чтобы они знали о нас что-то, потому что иначе у нас будет почтовый ящик, либо телефон завален сотнями обращений людей, которые нам не подходят. То есть нам нужно соблюсти некую грань, некий баланс, чтобы люди были так называемые квалифицированы, то есть подготовлены. Они видят нас, знают, что они обращаются к дизайнеру, и мы видим их, понимаем, что мы им можем помочь. Да. Ну вот переходим, собственно говоря, к сайту. Вот справа фрагмент сайта Станислава. Вот, и давайте посмотрим, как ему мы... Давай определим сейчас, чтобы было понимание, что за сайт, что за технология. Значит, у меня была идея, как сделать, тестировать технологию, то есть есть сайт рабочий, да, у меня, который сделан как экспертный сайт. Это значит, что там много материалов, туда приходит хороший SEO-трафик, то есть там много видео, приходят люди по статьям. Ну, в общем, там такой достаточно сайт сделанный, там, условно, 10 лет делался и постоянно наполняется. Вот, но для многих начинающих, либо людей, у которых вообще никогда не было сайта, это практически недостижимый результат, потому что это очень долго, дорого и смысла нет. Взамен этого можно сделать маленький, небольшой сайт. Почему нужен сайт, да, почему не Инстаграм, либо какие-то другие площадки? Потому что сайт – это ваш дом, вы показываете, как вы оформили, и там нет чужой рекламы. Так, если вы приходите на любую биржу, то рядом с вами будет еще большое количество дизайнеров, и человек будет сравнивать. А ваша задача – увезти к себе куда-то, к себе в домик. И вот как вы оформляете вот этот домик, он, вы ведете клиента буквально вот с порога завели, и потихонечку ведете по всей квартире, кто куда, кто в гостиную, а кто в спальню. Ну, тут уже в зависимости от необходимости. Вот, но вы должны сами контролировать этот процесс. И сайт вот этот, это именно о том, как контролировать процесс. Да, ну и вообще данный сайт, он нужен для того, чтобы, вот он конкретно решает задачу сбора заявок на большие чеки. И об этом вот на самом деле, ну, легко довольно-таки догадаться, глядя на сам оффер, что мы там приводим людей на, тут есть описание. Но я не буду вдаваться в детали, вот это такое секретное оружие Станислава Орехова, поэтому совсем уж детали вдаваться не буду. Но скажу, что здесь мы очень четко определяем аудиторию, для кого это сделано, показываем, извините, у меня тут профессиональная деформация, постоянно возникают боты, на которых я подписан. Оффер, то, что мы делаем за свой счет, дизайн-концепцию, которая стоит денег, в принципе, ну и там и так далее. Ну, в общем, давайте об этом сейчас ниже поговорим. Оффер. Ну, слово популярное, известно, это предложение. Предложение, с которым мы выходим к клиенту. Чуть выше мы с вами обсуждали, что именно мы продаем. Когда мы говорим, что именно мы продаем, мы как бы позиционируем себя. А в данном случае мы позиционируем наш маркетинговый инструмент. Поэтому для сайта оффер всегда отличается от того, что было на предыдущих слайдах. Это прямо уже очень точечное, конкретное предложение, которое должно попасть в самое сердце нашему клиенту, и он должен, соответственно, на него отреагировать. Уточнение. Оффер может меняться еще очень важно. Нельзя один придумать. То есть можно сделать несколько разных, и вы не знаете, что сработает. Для того, чтобы, ну, еще оффер сработал, можно сделать там не какой-то, ну, это мы дальше, я думаю, обсудим. То есть можно сделать какой-то либо тест-драйв, либо что-то, на что можно посмотреть, скачать лид-магнит, так называемый. Так вот, оффер может быть либо конкретно, вот я делаю вот этот стиль, купи у меня. Это может быть предложение на что-то бесплатное, скачай, познакомься. Это может быть какая-то другая стратегия. То есть стратегии таких несколько, их там три или пять штук. Мы их выбираем, тестируем, что сработает именно у вас лучше, и в зависимости дальше, если работает, то оставляем. Если нужно улучшить, то, соответственно, тоже меняем. То есть это не то, что секретное оружие, это инструмент того, что мы предлагаем клиенту. В моем случае это была консультация, вернее, не консультация, а концепция, дизайн-концепция, которую я делаю для премиум-сегмента при определенных обстоятельствах, что у них определенный дом есть и определенный интерес, ну там, ко мне. Вот, собственно, я даю вот такие вводные данные. И я еду на встречу только, или приглашаю к себе только тех клиентов, которые удовлетворяют этим условиям. То есть это очень важно. Не всем подряд, кто захочет, а именно те, кто мне подходит. То есть, с одной стороны, я даю бонус, плюшку, что бесплатно, стоимостью 50 тысяч, с другой стороны, делаю ограничения. Да, и вот в этом и вся суть, на самом деле, продающего сайта, да, с высокой конверсией. Мы закрываем на простой первый шаг. То есть мы не ставим, не объясняем человеку сразу же всю историю, которая с ним произойдет. Не продаем ему дизайн, не знаю чего там, апартаментов в центре Москвы. Мы предлагаем ему что-то легкое, что может стоить или недорого, или не стоить ничего. Вот, ну, на экране, опять же, есть вот варианты для дизайнеров. Их, конечно, можно добавлять, дополнять как угодно. Дизайн-концепция рабочая абсолютно история. Она в целом стоит денег, и многие только за аудит берут, не знаю, там, 20, 30, 50, 70 тысяч рублей. И кто понимает, а наша аудитория такая же, что она понимает, это ценит и, соответственно, довольно легко идет на этот самый шаг. Планировка еще очень часто бывает. Еще там две опции я хочу добавить. Планировочное решение сделать можно, ну, достаточно быстро, особенно для небольших квартир, где там шаблонные решения более-менее. И еще можно сделать помощь в выборе квартиры, ну, либо дома. Если человек выбирает сейчас, можно консультации оказывать именно по конкретному местоположению. Вариант. Так, дальше на сайте человек должен понимать, что с ним произойдет после. Многие страхи... А люди, на самом деле, боятся нажимать на кнопку «заказать». Ну, это реально так, потому что мы боимся спама, назойливости, некомпетентности. Поэтому нужно объяснить, что будет после. Я нажму на эту кнопочку, а дальше-то что? И на сайте мы показываем, какие шаги, в принципе, получит человек и что ему для этого нужно сделать. Ну, банально это просто вот там небольшой слайд, да, где... Ну, не слайд, называется экран, где описано прямо по шагам. Знаете, это не та банальщина. Вы оставите заявку, менеджер связывается с вами и так далее. Нет, это немножко посложнее делается. Ну, в данном случае, чтобы получить концепцию Станислава, нужно решить несколько таких квалификационных задач. Ну, клиенту вместе с нами, да, как с дизайнерами. Ну, заполнить небольшую анкету, может быть, да, написать там и себе, написать его в проекте. Ответить там... Любимые стили. Ну, да, я уже не буду тут перебивать. Но, в общем, вот это все надо описать на сайте, чтобы человек понимал, что, в принципе, его ждет. Опять же, не банально. Должно быть написано и понятно. Обязательно нужно показать, что конкретно входит в эту услугу. То есть, если мы закажем дизайн-концепцию, а нам пришлют взамен какой-нибудь фантик из одной единственного листочка А4, это обидно. Да, я как бы, ну, я не это заказывал, не на это тратил свое время. А я хочу, как заказчик, протестировать своего дизайнера будущего. Я хочу понять, о чем он вообще думает, как он принимает решения, насколько мы с ним сходимся по ценностям. Поэтому, как минимум, это должна быть несколько процесс на истории, длинная. Надо ее показать. Если это большая, прямо вот такая вот папка документов, надо ее сфотографировать и показать. Будет вот так. Ну, тут написано все остальное. Здесь еще очень важно, хочу отметить, что человеку, который заказывает, почему консультация плохо продается. Ну, потому что это что-то непонятное. Ну, как бы, человек уже подсознательно привык к консультациям сейчас у нас, покупатель. И он понимает, что на консультации он будет продавать. А когда ты говоришь, ты получишь конкретно план, вот на бумажке, либо вот концепцию, она в виде альбомчика живого. Это уже какое-то ощущение, что мне почти уже выдали вот этот альбомчик. И сейчас, если я не закажу, уже больно будет его отдавать. То есть, практически я уже в руках пощупал. Вот такой тоже эффект присутствует. Вот, поэтому совет такой, если у вас что-то есть, что вы отдаете уже клиенту, напечатать, сфотографировать и поместить в виде картиночек. Даже я вам больше скажу. Наверняка сейчас уже все так на легальный софт переходят, да, и кто-то покупает что-то, ну, какой-то, не знаю, там, антивирусы, например, ну, или какие-нибудь, не знаю, там, приложения для работы. И вам обратили внимание, что все такие продукты продаются в виде таких красивых 3D-коробочек. То есть, не просто скачай там файлик и отдай мне за это 5 тысяч, да, а вот, ну, ты получаешь такую красивую коробочку. Хотя ты, по факту, не получаешь, вот. Но это продает. Это та же технология, ну, находится вот здесь у нас. Мы готовы платить за материальные объекты. Покажите вашу услугу. Пользуясь случаем, покажу книгу. У нас есть книга, настоящая, материальная. То есть, она вот не в виде чего-то виртуального, а вот можно ее пощупать, потрогать, понюхать можно. У нее замечательный запах, поэтому можно книгу приобрести. Кстати. Вот такой вот product placement. Ну, что ж, я знал, на что шел. Так, портфолио для оффера. Смотрите, ну, кейсы, портфолио, по сути, мы сейчас одно и то же, может показать, что обсуждаем, но кейсы – это как бы готовое решение, да, то есть, мы вот прям детально расписали, это выше было, да, как мы решали проблему клиента, там. Ну, я возьму, опять же, Станислава, методику от Коплова на Новоселье. А портфолио – это, ну, несколько общая вот история, что мы можем еще показать. Портфолио тоже должно быть похоже, вот прям похоже на то, что мы продаем нашей целевой аудитории. Да, портфолио говорит о том, что вы сделали как бы не один проект. Если вы все-таки один проект сделали, ничего страшного, тогда вы показываете не портфолио, а, как мы с вами говорили, детализацию. Но если у вас есть несколько проектов, то так можно и написать. Мы сделали в таком подобном стиле еще три проекта. Это говорит о том, что решение у нас уже отработано. Ну, должно намекать клиенту на это, можно прям прямым текстом об этом написать. И у нас есть отработанные узлы, проверенные поставщики, готовые строители. В общем, у нас все уже под ключ сделано условно для вас, да, поэтому бери, покупай в безопасности. Вот такое ощущение создается наличием нескольких уже выполненных работ в таком стиле. Да, прямо вот в таком стиле, подчеркиваю. Ну, и отзывы, опять же, по технологиям. Это мы обсуждали выше, но слайд я отдельно показал, что вот, в частности, у Станислава их много. Услуга, они записаны вот правильно, все, ну, там, на 99%, и они работают. Чек-лист. Ну, опять же, все умеют читать, я не буду зачитывать. Вот это вот все, что мы с вами обсуждали на предыдущих шагах, вот если у вас есть, то с этим вы сможете получить услугу качественно. Ну, то есть, вот, вы даже сможете уже проверить исполнителя по факту соответствия этому чек-листу. То есть, элементарно, если вот это все, что написано здесь, набросать на белый фон, как бы, ну, лишь бы как бы, то это уже будет продавать. Вот. А если еще с умом сделать, будет продавать в два раза лучше. Вот. Обращаю внимание, кстати, на маленькую деталь. Я не очень часто встречаю упоминания у своих коллег на эту тему. У нас сейчас в 19-м году вышел закон, 152-й, вернее, поправки в закон. Это штука, которая обязует вас во всех рекламных материалах онлайн указывать реквизиты и контакты. Как-то не парадоксально, но это маленькая плашечка внизу. ИП Иванов Иван Иванович может спасти вас от штрафов 300 тысяч в пределе. Там, 50-300 тысяч рублей на индивидуальных предпринимателей и должностных лиц. Вот это тоже все обязательно учитывайте. Это мелочи, они вам будут, могут стоить много нервов. Ну, и все, что выше, то, что мы обсудили, да, это вот все здесь. Еще здесь же политика конфиденциальности, политика отработки данных, это вот туда же обязательно, потому что если как только вы начинаете собирать контакты, ну, в принципе, тут ничего сложного нет, просто взять, скопировать эту политику и везде поставить. Да, надо нужно обращать внимание, это мелочь, но она реально стоит нервов. Смотрите, что касается меня, это я сейчас, ну, тоже себя немножко продам, и плюс вам дам совет. Мой выбор тильда. Не имею с этого дела никакой рекламных, так сказать, отчислений, но просто по опыту, ну, повторюсь, у меня есть опыт не только маркетинговый, вот я и сайты для себя делал, и на разных платформах, начиная от WordPress, заканчивая там всякими автомоторами, генераторами и виксами, вот тильда это самое лучшее решение, просто поверьте на слово. Да, оно стоит денег, но, ну, как любой хороший агрегатор, но конструктор. Но он столько дает преимуществ, что лучше эти деньги заплатить, не экономить, потому что вот потом, через три месяца вспомнится, что хочется поменять какую-нибудь запятую и замучаетесь это делать, если вы собрали на дешевом конструкторе или там, не дай бог, где-нибудь на WordPress. Все, нет образования или там навыков программирования, все, вы умерли. А вот слева показано, что все очень просто сохраняется. Ну, стандарт услуги, вот то, что получает клиент, я писал здесь, ну, это полностью готовый рабочий инструмент с пассажным доменом, с обучением, как менять слова и картинки, чтобы вы могли сайт эксплуатировать самостоятельно. Ну, и все-таки я по опыту скажу, что зачастую люди все-таки пишут, ну, может, пишут хорошо, но не очень знают, как адаптировать текст для там того же сайта, поэтому в итоге я все равно тексты переписываю, хоть я и говорю, что не переписываю, но по факту переписываю, сижу, вот, поэтому текст тоже будет адаптирован. Вот. Дальше воронка. Ну, сейчас информация пойдет чуть побыстрее, потому что, по сути, все то же самое. Воронка, повторюсь, это просто способ транспортировки данных. В пределе, ну, даже неправильное слово, не в пределе, а в результате получается вот такая вот красивая штука. Ну, это схема, которая потом превращается уже в кликабельный инструмент, что ты в телефоне сидишь и кликаешь по кнопочкам, изучаешь предложение дизайнера. Вообще, в чем ее смысл? Почему стоит ее использовать, да, чем она лучше сайта, например? Потому что сайт – это такая штука, которую человек смотрит первые 3 секунды, в течение 3 секунд он принимает решение. Ну, статистика. Оставить или закрыть, и зачастую закрывает. А если не закрывает, то пробегает еще там 10-15 секунд, выключает и забывает про наше предложение. Если хочешь потом вспомнить и найти этого же дизайнера, то в потоке рекламы он просто может этого не сделать. А если у нас с вами есть возможность залезть к человеку в смартфон, и там из этого самого смартфона о себе напоминать иногда в виде рассылок, полезных контентных, не купи-купи, а вот действительно ценных, то у нас есть большие шансы остаться в голове у клиента, поскольку услуга с отложенным спросом, то есть не всем нужно прям в секунду заказать сразу же дизайн, да, кто-то дома что-то строит и не понимает, да, что нужно дизайнер. Сразу приглашает, но все бывает. Вот, поэтому автоворонка такая история, которая действительно запускает длинную цепочку касаний с клиентом, и каждое касание догревает его и делает в итоге продажу. Начинается она, ну, как вот Станислав разделил на две части, чат-бот, автоворонка. Ну, начинается это с блока, который можно назвать чат-ботом. Ну, это такой, ну, вот он на экране мне показан, сейчас мышки проведу. Это тот самый блок, который отвечает на базовые вопросы о нас, как по случаях услуги, о нашей компетенции, экспертности, портфолио и так далее, и так далее. Ну, и в итоге у человека информация о нас входит в голову более дозированно. То есть, в чем беда любой, любой печатной там или там цифровой продукции? По диагонали все смотрят. У всех есть понимание, что это другие, пусть читают сайты, а я сейчас за 30 секунд разберусь. Вот, и поэтому сайты просматривают быстро. Воронка нет. В мобильнике, во-первых, очень высокая открываемость, очень много людей открывает сообщения, в отличие от e-mail. Да, e-mail 20% открывает человек, мессенджер 95%. Во-вторых, все-таки фокус внимания, и можно одну единицу смысла загружать в смартфон в одну единицу времени. В этом сила чат-бота. Мы прямо управляем вниманием клиента и показываем ему информацию шаг за шагом. Это, знаете, как раньше были большие корпоративные сайты, там о нас, о компании, там наши достижения, наши награды и куча-куча информации. Потом на их место пришли лендинги, то есть посадочная страница, где одна ключевая мысль растянута вниз. А теперь лендинги уже поджимают чат-боты, потому что не всегда есть время смотреть лендинг, а покликаться в смартфоне на кнопочке, выбрать кнопку портфолио, кнопку, я не знаю, отзывы, кнопку «Мои стили, в которых я работаю», кнопку «Ваш подарок», «Ваше предложение». Это интереснее человеку, и поэтому сейчас фокус смещается вот в эту сторону. Давай я сейчас еще раз, смотри, мы немножко быстро пробежали, то есть, может быть, сейчас кто-то фокус внимания потерял. Я сейчас еще раз, три инструмента сейчас мы рассматриваем, то есть, мы сейчас рассмотрели, что нужно заполнить для того, чтобы у вас была информация, и теперь, когда информация есть, мы ее заполняем в три инструмента. Инструмент номер один – это сайт. Задача сайта – привести человека, чтобы он телефон оставил, контакт и был заинтересован. То есть, у нас, получается, в нашей CRM-системе попадает либо e-mail, либо телефон, либо там заявка, в общем, к нам падает. Все, это задача сайта. Как она была сделана, на черном фоле был выше сайт показа. Второе – это у нас была автоворонка. Автоворонка у нас – это вместо… По сути, это такой структурированный Инстаграм, получается. Мы показываем человеку ту информацию, которую мы хотим, в той последовательности, которой мы хотим. Полезную информацию для того, чтобы был отложенный спрос, и, возможно, человек через какое-то время, когда он купит квартиру дома, он уже будет знать, он будет знаком с вами, как с дизайнером опытным, профессиональным и захочет воспользоваться вашими услугами. Это инструмент номер два. Она работает в телефоне, то есть, не нужно на e-mail. То есть, это, по сути, замена e-mail в той последовательности, в которой мы хотим показать ему наши выжимки из Инстаграма, например, либо с нашего сайта. И третий инструмент, последний – это уже немножко другое. Это, по сути, замена сайта, в которой клиент сам нажимает на кнопки и смотрит ту информацию, как в интерактивном формате, который он хочет сам узнать. То есть, заходит клиент, мы не знаем, хочет ли он отзывы посмотреть, хочет ли он наше предложение посмотреть, либо хочет посмотреть, кто мы такие, либо о стиле. Мы этого никогда не узнаем. И мы даем ему возможность нажать на ту кнопочку, в которую он именно интересуется, и ему выслать именно ту порцию информации, ограниченную, дозированную, чтобы он там не запутался, по его интересующей теме. И все эти три инструмента для продаж, они, по сути, существуют, и их можно и нужно применять на основе той информации, что мы с вами заполнили вначале. И только после этого уже можно это дальше продвигать. Да, но я сейчас, когда буду рассказывать, я вот два последних объединю в одно, потому что, в сущности, эта схема в маленьком масштабе и тут не получится сейчас сильно приблизить. Но по факту вот у нас есть некий дожим, да, вот когда человек получает уже грамотно сформированную рассылку, которая закрывает его, это как раз тот инструмент, о котором ты сказал вначале, и этот вот такой структурный инстаграм, да, с возможностью выбора и управления вниманием человека, это вот как бы начало нашего чат-бота. Я когда делаю такие работы, я их объединяю воедино. Ну, вот поэтому я буду сейчас о них говорить, как о чем-то едином. Вот, смотрите, с чего, вот, как я уже на предыдущем слайде показал, вот для того, чтобы сделать автоворонку, там, чат-бота, вот нужно все то же самое, что для сайта информации, только еще немножко больше, ну, прям немножко. Надо понять, какой вы даете лид-магнит, то есть какую бесплатную ценность получит клиент в обмен на то, что он кликнет на кнопку, там, телеграмма, например, или ВКонтакты, или, там, не знаю, Facebook мессенджера. Опять же, внимание дорого стоит, у людей нет времени, и поэтому должна быть реально веская причина, чтобы он кликнул и согласился на, вот, вписаться в эту историю, там, рассылок с ботом. Лид-магнит — это, ну, какой-то, может быть, ну, как-то небанально звучит, PDF-руководство, там, по подбору, не знаю, материалов, чек-лист по выбору подрядчика, основные секреты, как разговаривать с дизайнером, какие провокационные вопросы задать, чтобы узнать, в реальности он специалист или не специалист. Ну, то есть, тут может быть много разных вариантов, и очень крутой формат, который продает такой вид магнит, вот я сейчас о нем расскажу, вот, называется «Видео плюс PDF». Ну, буквально, это значит следующее. Вот есть телефон, мы в телефоне видим какое-то, там, рекламное объявление в Инстаграме, там, дизайн проект под ключ, там, для таунхаусов, например. Кликаем на него и, ну, там, выбираем мессенджер, да, в котором будем дальше общаться. И вот появляется у нас с вами первое сообщение в мессенджере. Вот примерно вот так же, как мы с друзьями общаемся, когда друг друга что-то пересылаем, да, вот то же самое. Ну, вы знаете, как это все устроено. И вот очень круто, когда сразу человек получает этот самый лид-магнит, то есть вот ту самую ценность, которую мы ему готовы отдать сразу в обмен на его внимание, о чем я сказал выше, да, вот там, PDF какой-нибудь. Но очень классно, если вы не просто кидаете ему этот PDF, ну, как бы, типа, на, разбирайся сам, а записываете короткое видео, в нем рассказываете, что именно его человека ждет в этом PDF-нике, в чем его ценность и зачем он вообще подписался в чат-бота. Вот у Станислава, если вы, там, может быть, уже были или будете когда-либо, я надеюсь, в его автоворонке, где он описывает как раз-таки свой курс, это реализовано, то есть, есть его приветственное слово, он приветствует, объясняет, зачем вы здесь, то есть, для чего вы тратите свое внимание на вот этот, в частности, канал, объясняет, какие результаты будут в конце у тех, кто получит, ну, как бы, элит-магнит пройдет, и лекции посмотрит все бесплатные, платные, что он получит. Это и есть вот то самое видео с описанием, да, то есть, как бы, привет, я такой-то, здесь будет то-то, а еще для тебя приготовлен PDF, открой его, на третьей странице будет то-то, то-то. Вот это самый рабочий на сегодняшний день формат, прямо вот 20-й год. Описание первого легкого шага, опять же, да, если мы с вами продаем дизайн-концепцию, планировку, подбор квартиры, опишите этот шаг на видео и выложите его, ну, в эту воронку. Мы с вами подберем квартиру, базируясь на каких-то параметрах. Для того, чтобы это сделать, мне нужно с вами будет провести 20-минутное интервью в Скайпе, определить ваши основные ценности, в течение трех часов сделать подборку и предложить вам, там, на выбор несколько вариантов, потом с вами вместе съездить, ну, условно. Легкий шаг первый, должен быть обязательно хорошо описан. Ну, кто помнит наше самое начало разговора, внутри бизнеса мы не понимаем, что может быть непонятно другим. Надо писать настолько четко и понятно, как в классике. Упаковки говорят, чтобы поняла даже, там, старенькая бабушка. Вот. Воронка хорошо работает в интерактиве с часто задаваемыми вопросами. У вас есть обычно самые частые вопросы, которые к вам приходят, на них можно и нужно ответить, опять же, в интерактивном режиме. На кнопку нажал, получил ответ. Причем тут к этому нужно подходить не банально, не нужно на каких-то очевидных вещах рассказывать. Рассказывать о том, что вас реально спрашивают. Вот именно у вас. Ой, а правда вы там, я не знаю, проектируете там в каком-нибудь, я не знаю, там, архикаде, там, BIM, там, проектирование, что можно там потом... Правда, что дизайнеры агентские берут мои деньги от поставщиков? Вот, это даже намного интереснее, чем архикад. Это же деньги. Конечно. Вот. Ну, об этом не будем говорить 500 раз, уже сказано много-много-много. Выбирайте стили, в которых вы работаете. Один стиль прекрасно, 15 стилей. Выберите три самых, которые приносят деньги, покажите их. Ну, под деньгами я понимаю скорость работы, да, и, не знаю, отдачу. Публика, которая приходит за этим стилем. Дожим. Вот то, о чем мы тоже много говорили сегодня, это тот самый цикл дожима. Ну, я написал 30 дней, но, может быть, любым на самом деле, хоть год. Клиент с вами соприкоснулся. Мы четко понимаем, что наш клиент к нам приходит на этапе котлована. И месяц он еще будет бегать и думать, где ему найти миксер с бетоном. И только через месяц он придет к тому, чтобы мы начали проектировать. Мы понимаем эту длину принятия решения клиентам. И мы делаем 30-дневный дожим. Или мы знаем, что вот наше предложение пожарное для тех, кто уже пустил строителей, а у них даже еще нет объемно-планировочного решения. Значит, дожим будет короткий, там, трехдневный. Типа, ребята, тук-тук-тук, вы точно, ну, как бы ничего не потеряли, у вас уже там, уже стройка идет. Запускайте бегом дизайнера, потому что иначе, ну, будете переделать, потеряете деньги. И длина дожима зависит от того, кому мы продаем и как мы продаем. Но в общем и целом это обязательно надо заселиться в смартфон к человеку и на протяжении какого-то количества дней о себе напоминать, но только давать ему ценный контент. Но опять же, я сейчас не в порядке какого-то, знаете, ну, типа там, польстить. Ну, надо же на конкретных примерах. Вот у Станислава в Инстаграм, посмотрите, там много контента, он постоянно выходит, да, и доказывает экспертность. Вот то же самое надо сделать, и все. Вот так будет работать. Я лично собираю чат-боты на системе BotHelp и советую всем это делать. Тут написано, почему. Ну, там, прочитайте отдельно, если что. Давай уточнение небольшое дам. Вот к предыдущему комментарию, чтобы посмотреть, как у меня работает и что сделать. Оно не так просто работает, то есть я думаю, что ты не это имел в виду. Смысл в чем? Смысл в том, чтобы вытащить, что у тебя получается. Я, допустим, там экспертно могу по дизайну и по планировкам рассказать, либо показать какие-то процессы. У меня это есть, это моя особенность, я это умею показывать. Я умею сложные вещи разнести на маленькие моменты, да, и сделать систему. У меня это есть, опять же, я это показываю. Есть люди среди вас, у которых очень хорошо, допустим, работает декор, например. Я декор не делаю, я о нем ничего не говорю, но я бы с удовольствием почитал, послушал именно по этой теме. Кто-то делает там стилистические вещи, кто-то фотографии делает, кто-то там с клиентом общается как-то уникально, у кого-то психологический подход. То есть нужно именно то, почему вас любят ваши клиенты, мы обращаемся опять к уникальности к своей. Но трансляция не в целом. Давайте я вас научу, как правильно общаться с клиентами, либо как правильно нужно делать. Учить не нужно, нужно показывать примеры из жизни, как вы это делаете, как это работает в жизни, в реальной, да, какие результаты от этого получают клиентов, и почему клиенты выбирают именно вас, основываясь на вашей компетенции, которую вы выбрали. То есть выбор компетенции и показывание живых конкретных примеров без обучения, без нарабоучений, что очень важно. Потому что эта информация уже пруд-пруди, уже написано миллионы постов. Надо конкретно как вы делаете и как у вас это получается. Вот это вот очень классная тема. Ну да, ну есть же на самом деле даже можно универсальный рецепт. Вот начните рассылку с постановки технического задания. Вот как ставить техническое задание. Вот, например, у меня был такой кейс, раз, два, три, четыре, пять. Там как выбирать, не знаю, там, строителей плитку. Ну, то есть, ну, прям на конкретных примерах. Ну, собственно говоря, это все опять же можете у Станислава увидеть. Ну, здесь немножко технической информации. Проскочим ее. У меня тут еще вот есть блок «Почему нет WhatsApp» вот в этом предложении. Сейчас, честно говоря, уже не хочется на это сильно тратить много времени. Ну, очень коротко скажу, потому что WhatsApp не дает гарантированного соединения и вылетает очень часто и страдает в итоге заказчик. Вот. И клиенты уже не сидят в WhatsApp, и клиенты сидят везде. Это практика, это так и есть. Вот. И поэтому не пугайтесь. WhatsApp на рынке предложения есть, но они все сопряжены с серыми подключениями. Значит, ну, в один прекрасный день проснетесь и поймете, что у вас бюджет льется, а WhatsApp не работает. Это будет очень плохо. Мы сейчас говорим о сервисах, которые позволяют доставлять ваше предложение в телефон клиента. Bots Help. Да, да, да. Bots Help – это сервис авторизированный, где нужно делать, да, типа тильда, такой вот типа must have в этой теме. И есть WhatsApp там, допустим, где это делается. Ну, да, да, да. и он WhatsApp не поддерживает. И очень многие ну, сервисы, ну, а-ля Bots Help, они, классные, я тоже на них работаю, но я просто очень люблю. WhatsApp предлагают, но там подключение очень такое, ну, не белое, потому что сам WhatsApp, он принадлежит Facebook, а Facebook не открывает WhatsApp для рекламных рассылок, и поэтому все рекламные рассылки рано или поздно заканчиваются баном. Поэтому не надо им заниматься, достаточно других мессенджеров, и у людей у всех есть, кроме WhatsApp, еще другие мессенджеры, где они сидят, и Telegram, который как бы не работает в стране, тоже у всех есть. И даже у людей не из Москвы, и у взрослых людей он есть. Это, я вам говорю, как человек, который каждый день слышит эти мифологии, что как бы кроме WhatsApp ничего не существует. Ну, это была техника, ну, и дальше, ну, в смысле, пока об этом не надо говорить, это детали, если нужно, все подробно расскажу. Такой же чек-лис по контенту, вот, смотрите, вот на этом, на самом деле, вот эти два блока, которые мы обещали обсудить, они вот они. Станислав, вопрос, есть у нас время с тобой немножко о продажах поговорить, потому что там, вот дальше у меня есть немножко про переговоры. Нужно ли это сейчас? Если нужно, то я всецело за. Я предлагаю, да, если будет интересно, напишите в комментариях, мы, может быть, еще одну сделаем, одну, там, занятие конверсионное, когда вы уже получили заявку, что с ней делать. Сейчас мы по этой теме кратко пообщаемся, ну, чтобы у нас, как бы она, чтобы на затравочку, чтобы она была, скажем так, и может быть, какие-то основы, скажем, да, раз уж она заявлена, пусть будет. И завершим вот эту вот часть, финальную часть, я хочу еще раз, как бы, очертить, для чего все это мы делали, что сейчас мы изучили, что мы посмотрели, то есть еще раз, самая важная часть, мы делаем описание себя, именно глобальное понимание, чем ты отличаешься по вопросам, мы дали, в принципе, вам, как бы, чек-лист, как можно себя описать, если у вас получится самостоятельно, если самостоятельно не получится, там, другом по другу, если не получится, можно на курс сходить, то есть как угодно нужно о себе написать, заявить твою уникальность. Дальше, после этого, у тебя есть инструменты, с помощью которых ты эту уникальность транслируешь в виде графики, то есть вот к этому всему еще нужна графическая оболочка сопровождения, чтобы не отличалось то, что ты транслируешь, от того, что человек видит. Потом нужно обязательно доказательства в плане конкретики, примеров, кейсов, настоящих фотографий, а не с фотостоков, того, что у тебя происходит внутри, то есть это надо подготовить. Делаем из этого продукты, продукт номер один, это тема с конверсионным сайтом, быстрым, по которому человек приходит. Второе, его можно объединить, второе, третье, четвертое, это все вместе можно сделать, это мессенджер, потому что мессенджер у нас работает лучше, чем email маркетинг. Таким образом, мы замкнули эту цепочку и перевели весь наш маркетинг в осознанный маркетинг, с помощью которого клиент смотрит на нас, видит, что мы достойный специалист, он может с нами пообщаться, и мы всегда находимся в его телефоне, что не может не радовать. Ну и давай, да, в конце тогда посмотрим по этой теме. Когда, допустим, к нам уже пришел клиент, это на самом деле уже другая тема, но вот, чтобы тоже было интересно, что с ним делать, чтобы он не ушел. Я прям очень быстро пойду тогда, без длинных объяснений. Первое, просто вот чисто по инструментам, вот без теории, первое, скорость перезвона, звонить нужно сразу, вот если мы звоним в течение пяти минут, мы продаем, это статистика, уже миллион раз проверенная, подтвержденная, не через час, не через даже 15 минут, а сразу, потому что клиент не забыл, он листал, листал в инстаграме ленту, нажал, тут же получил звонок. Люди, я вот стараюсь очень быстро сам перезвонить, люди говорят, ничего себе, типа, как вы это так делаете? Ну вот так, это надо делать обязательно. Дальше, есть квалификация клиента, смотрите, когда мы позвонили и начинаем с клиентом общаться, у него есть всегда четыре способа отскочить от нашего предложения. Вот он все послушает, все расскажет, а потом скажет, ой, мне дорого, или да не я решаю, или ну мне не надо сейчас, мне надо потом, или да я просто посмотреть заходил. Вот эти, вот других, объективно говоря, способов... Мне нужно подумать, объединяет это универсальное утверждение, объединяющее все это вместе. Да, это самое зло, ну потому что, когда спрашивают, о чем будете думать, он скажет, ну у меня денег нет, или там, ну мне там не надо, мне еще не надо потом. Вот, поэтому, на самом деле, вот если, есть такая хитрость просто, очень крутая, если вначале у человека спросить, ну, заданные последовательности, определенным образом, там, технологично, но вытащить из него 4 вопроса, вот этих вот, кто решает, когда надо, просто зашел или непросто, и вообще у тебя сколько есть денег, то дальше у человека просто нет шансов от вас отделаться. это, мы сейчас не говорим о манипуляции, мы говорим о том, что мы изначально, в начале разговора эти вопросы задаем, и дальше уже, ну как бы, разговор либо идет, ну, к сделке, либо не идет, ну, и он уже не будет распылен, у вас не будет зависших, знаете, таких вот, телефонных контактов, которые там, перезвонить когда-нибудь, вот этого не будет уже, у вас будет четкое понимание, отказ или соглашение. Артем здесь рассказал продвинутую методику, она не всем сразу подойдет, но к этому можно стремиться, если у вас много заявок, да, и если вы хотите, немножко-немножко поэкспериментировать, потренироваться в продажах, тема очень классная на самом деле. Вот, дальше, не надо продавать себя, в принципе не надо, об этом тоже у Станислава, много постов, ну, рассказывать, что ты классный, это никому вообще не интересно, судят по делам, и поэтому дела это кейсы, а вместо продажи нужно спрашивать человека, вот, 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 можете записать, расскажите о вашей ситуации, и дальше вы садитесь и слушаете, и человек рассказывает вам о вашей ситуации, это очень просто. Слушай, а давай мы тоже так сделаем, почему бы и нет, напишите в комментариях, что вас привело сюда, комментарии по этому видео, и по вашей ситуации, мы вас спросим, что вас привело сюда, и, значит, расскажите ситуацию, мы постараемся как-то ее, может быть, разобрать, либо помочь, либо оставьте контакт, email, телефон, либо напишите, позвоните нам, и мы с вами уже поработаем конкретно. Да, это работает, и, кстати, в этом нет ничего плохого, если вы спрашиваете, вам отвечают, ну, это же классно, не дали покупать, ну, правильно, вот, ну, и люди это чувствуют, когда вы, люди искренне интересуетесь, как дела, ну, не дежурно, они рассказывают, ну, я сейчас не о смолтоках говорю, да, именно, ну, типа, алло, там, я хочу, там, дом, что, почем, у вас, сколько квадратный метр будет стоить спроектировать, секундочку, ну, просто рассказите, пожалуйста, о вашей ситуации подробнее, ну, что за дом, где дом, когда ввод в эксплуатацию, и так далее, и дальше просто садитесь, берете блокнот, и у вас открывается просто поток информации, который уже вы можете использовать во время переговоров, вот, есть такая штука, вопросы спин, вот, у меня есть чудеснейшая книга, вот она у меня лежит, но я не дотянусь, она вот там, вот, Нил Ракхмой написал, вот, если ее прочитать, вот, то, и задать вопросы правильно по этой технологии, то вы будете очень много круто продавать, вопросы делятся на несколько, ну, типов, это, вот они написаны, ну, как они есть, они либо задаются по ситуации, пишите ситуацию, либо извлекают проблему, ну, не извлекают плохое слово, он же следующий извлекающий, описывают, просишь писать проблему, подталкиваешь человека к принятию решения, в принципе, если вы по вопросам спин правильно проведете переговоры, то, в сущности, вам не нужно продавать, человек сам скажет, окей, я все понял, вы точно мне поможете, ну, все, давайте, давайте работать, ну, долго не могу говорить, просто регламент времени, но это очень круто, вот, ну, и в итоге предложить решение, просто закрывается любой диалог, деловой, да, предложить решение, а когда человек выше рассказывал вам про свою ситуацию, он вам, как бы, или по фактам шел, или по эмоциям, или от позитива, или от негатива, поэтому говорить не нужно так же, или продавать себя как эксперта, или давать картину будущего, или говорить, что все будет супер классно, или говорить, что будет плохо, если вы там, ну, не сделаете ряда шагов, и в частности, я могу помочь их сделать, ну, и последний слайд, да, нет, вот, закрытие на первый простой шаг, никогда в переговорах не нужно, в сложных продуктах, закрывать на сделку, потому что, ну, не вы не понимаете, во что вам это выйдет, договоритесь, плохо, и будете потом по цене одной комнаты делать 15 этажей, или, и клиент не понимает, что его ждет, поэтому закрытие на первый шаг, ну, дизайн-концепция, почему нет, ну, вот, как бы, банальная истина, но без нее, вот, никуда не денешься, если вы сделаете хорошо, то у вас купят, а если сделаете плохо, то не купят, вот, такой простой способ вести переговоры, и закрывать лидов, которых мы с вами наловили, там, через автоворонку, или сайт, или, там, через сарафанку, делать из них деньги, вот, вот надо вот так. Артем, спасибо, давай я тебе в заключении вопрос задам, вот, мне понравилась там тема, там, слайд по вопросам, вот, если я сейчас дизайнер, вот у меня, ну, как бы, ни шатка, ни валка, вроде и проекты есть, и клиенты есть, ну, их не так много, и может быть, даже не те, которые хотелись бы, я хочу выходить на следующий уровень, и у меня еще нет сайта, у меня, допустим, есть социальные сети, но тоже до конца непонятно, как вести, какая-то информация у меня о себе есть, но до конца там уникальность я не понимаю, ну, то есть, такая достаточно стандартная ситуация, я думаю, как и у многих людей, кто у нас сейчас слушает, смотрит, ну, примерно такие будут вопросы, давай, можешь ли ты мне дать какой-то, я не знаю, шаг, шаги, последовательность, которую бы мне имело бы смысл на данный момент сделать, чтобы не истратить сейчас там 300 тысяч рублей, допустим, там 100 тысяч рублей, то есть, что мне прямо сейчас делать, да, базово, что я могу улучшить свое, как бы, положение в глазах клиента, я могу сделать какую-то упаковку, позиционирование услуги, как мне следует поступить? Вот, своими руками, вот можно сделать своими руками, можно сделать чужими руками, своими руками. А сделать что? Сделать что? А вот сейчас расскажу, вот, я бы начал с того, ну, во-первых, первое, нужно, это реально работает, вот, вот, вот хотите, верьте, хотите, нет, час тишины, чтобы никто не отвлекал, сейчас самоизоляция, сложно, я сам спрятался, но все-таки, посидеть и писать, ну, в чем суть вообще того, что я хочу продать людям, ну, то есть, вот просто описать, что у меня классно получается, вот, эту всю работу сделать, которая была выше, вот, это час времени нужно. Дальше, в Word, можно прямо в Word сделать описание кейса своего, ключевого кейса, трех ключевых кейсов, вот, вот так лучше, да, вот так, описать их этапно, вот, ну, начали с этого, закончили этим, были какие-то сложности, ну, получилось так-то. Потом, третье действие, которое нужно сделать, позвонить своим заказчикам, лояльным, с которым у вас классно получилось работаться, и сказать, запишите мне, пожалуйста, отзыв, вот по этой технологии. И у вас появится по итогу такого дня работы на себя, то есть, не на проекты заказчика, а вот себе посвящаете день, я знаю, это сложно, вот, и в итоге получается у вас уже базовая упаковка, вы знаете свою уникальность, свой продукт, ну, это первое, да, у вас хорошо описаны кейсы под этот продукт, и у вас есть хорошие живые отзывы. Вот это уже можно запускать в свои социальные сети, и это даст мгновенный результат. Ну, конечно, если подписчики есть, вот, а если, ну, вам это сложно или некогда, то можно, ну, обратиться, там, к Станиславу, у него есть курсы, или ко мне, и я могу это сделать за вас. Ну, или там, Станислав, остановиться как-то сделать технологично. Вот такой, наверное, простой первый шаг. То есть, первое, получается, упаковка, второе, сбор информации, материалов, да, как ты сказал, там, что есть с этим, чтобы проиллюстрировать, и третье, это уже техническое оформление, то есть, если первые две части надо самому делать, то четвертое оформление, то есть, допустим, я вот лично, мне тяжело разобраться, там, в тильде, в, этим самым, в мессенджерах, то есть, я туда, как бы, я могу, конечно, разобраться, туда лезть, но у меня времени на это нет, и, в принципе, не очень хочется в этом разбираться. Могу я, получается, отдать уже экспертам, то есть, но я должен заранее подготовить, то есть, я к чему? К тому, что самая большая проблема, там, дизайнеров, да и любого эксперта, что они думают, что сейчас они сходят либо на какой-то волшебный курс, либо, каким-то образом, какой-то специалист прочитает, что у них в голове, чем они уникальны, и все это сделает. Нет, специалиста, он специализируется только на улучшении того, чтобы что-то сделали, то есть, если вы прислали текст какой-то, хоть как-то написано, его специалист может улучшить, но, как бы, с нуля он его не напишет, надо обязательно поработать чуть-чуть над собой и приходить подготовленным уже на оформление техническое и уже на такую вот финальную верстку, финальное оформление. Как и всегда, как и у нас, то же самое в дизайне интерьеров, лучшие интерьеры получаются не когда дизайнер что-то делает, воплощает, а когда есть клиент, и у клиента есть, есть личность определенная и дизайнер, прочитав личность клиента, делает решение, в котором комфортно жить, работать и существовать. Да, верно, это можно сказать, что, например, даже если, ну, предположим, я дизайнер, да, я хочу сделать хороший интерьер под человека с каким-то определенным, я не знаю, бэкграундом, ну, я не знаю, альпинист, например, ну, или я не знаю, просто такой активный человек, да, я могу сказать следующую фразу, я классно разбираю свои задачи, да, за это мне платят, но я никогда не пойму вас изнутри, пока вы мне сами об этом не расскажете, или я ваш бизнес не пойму, чтобы его упаковать, потому что, ну, вы зато, вы потому и зарабатываете на этом, что вы в этом бизнесе, ну, спец, я никогда таким спецом не стану, ну, помогите мне, расскажите о себе подробно, и тогда я смогу из этого что-то сделать. Ну, да, да, тут реально без первого шага, без вот этого описания, такого внутреннего интервью, ничего сделать не получится. Все, что связано там с быстрой тильдой, за там 15 дней научись работать тильде, это не проблема, но это же инструмент, а как я уже говорил выше, инструмент это 20% от усилий, 80% лежит в области описания, и поиск смысла. Артем, спасибо тебе большое за то, что ты поделился своими идеями, за то, что рассказал, как оно работает, что нужно сделать, за твою презентацию и чек-лист. Напишите в комментариях, кто смотрит видео, какие-то вопросы, если у вас остались, возможно, мы их разберем дополнительно. Если вам все это нравится, то внедрите самостоятельно, либо приходите к нам на обучение, к Артему, как к эксперту, он поможет вам все это дело упаковать, сделать и реализовать. Это можно использовать как что-то отдельное, как только сайт, как только воронку, как в комплексе, и сайт и воронку, как упаковку, оформление, то есть опции совершенно разные. Пишите, под этим видео будут контакты, и вы сможете обратиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо вам. Всего доброго. Вам удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok